Тверская область в числе лидеров по протяженности муниципальных дорог в Центральном федеральном округе. Всего это 19,5 тысяч километров. Региональные власти особое внимание уделяют вопросам реализации программы дорожных работ в муниципальных образованиях. Одним из приоритетов в дорожной отрасли губернатор Игорь Рудене считает повышение качества работ взаимодействия с хорошо зарекомендовавшими себя подрядчиками. Итоги кампании по ремонту дорог в муниципальных образованиях Верхневолжья в прошлом году и задачи на текущие рассмотрели в этот четверг на заседании регионального правительства. Подробности у Натальи Чекет. В 2022 году ремонтом охватит 206 километров дорог. В программу включено 308 объектов. Это подъезды к инвестиционным площадкам, сельхозпредприятиям и достопримечательностям. Так в этом году продолжит ремонт подъездной дороги крупному предприятию в Конаковском районе. Направление Лисицы, Сергиевка, Судемирка к туристическому кластеру в Калининском районе. Подъезд к усадьбе Степаново, Волосовское под Зубцовым. Все работы по ремонту должны завершиться 1 октября. Это включает в себя нанесение разметки об устройстве пешеходных переходов и установки знаков. В свою очередь главы муниципалитетов должны синхронизировать график дорожных работ с ремонтом коммунальной инфраструктуры. Приняли решение о ускорении сроков, доведении средств и более ускоренного проведения конкурентных процедур. Чтобы в первом квартале эти конкурентные процедуры уже были проведены. Сегодня приняли дополнительное решение, что на 2023 год проведен проект, чтобы торги состоялись в четвертом квартале 2022 года. Уже на 2023 год. И наши граждане и жители будут знать адреса и размещение дорог, которые будут ремонтироваться в 2023 году в муниципальных образованиях. На заседании отмечено повышение качества работ на местных дорогах и усиление контроля за их приемкой. Также в этом году планируется отремонтировать 61 тысячу квадратных метров придомовых территорий. В следующем году этот показатель должен увеличиться до 83 тысяч квадратных метров. А в 2024 году достигнут 94 тысяч квадратных метров. Присутствующий на заседании эксперт отметил, что в Тверской области налажен комплексный процесс ремонта как дорог, так и дворовых территорий. Сплошь и рядом. Вот ремонт дороги, а двор вообще это уже другое ведомство. Вот здесь, в Тверской области, это очень здорово, что работы муниципальной дороги, городские улицы, дворы, это комплексировано в одной пятилетней программе. Она вот выполняется. Отдельное внимание во время заседания власти уделили безопасности на дорогах. Так, в 2021 году в Тверской области установлено 182 светофора, более 1100 дорожных знаков, искусственных неровностей, пешеходных ограждений и освещения. В этом году работа продолжится. Всего предусмотрено порядка 130 мероприятий. Особое внимание, по мнению Игоря Руденя, необходимо уделить Твери, где следует принять дополнительные меры для повышения безопасности на дорогах. Продолжение следует...